Пустые улицы, закрыты большинство торговых точек и самосознательные граждане, которые выходят из дому только в случае крайней необходимости. Это про карантин в Китае или Италии. В Одессе же немного другая реальность. На многих одесских рынках большинство контейнеров с промтоварами и правда закрыты, но на продуктовых рядах бурлит жизнь. Это киевский рынок, который, как видно на интерактивной карте, окружен сразу несколькими случаями заражения COVID-19. Люди говорят, во время карантина стали ходить за покупками реже, но альтернативы все равно нет. Более свежий, наверное, товар. Так что, ну и выбор большой овощей. Почему мы ценим базар? Редко перед праздником надо сходить. В преддверии Пасхи и выходных наплыв покупателей администрацию рынка не удивляет. Признаются, контролировать количество людей и ношение масок не могут. Но уверены, на базарах безопаснее, чем в супермаркетах. К тому же стали чаще проводить санобработку. Что правильно? Потому что, во-первых, мы на воздухе. Врачи говорят, что это намного безопаснее, чем, допустим, в крытых магазинах и в супермаркетах. А во-вторых, все-таки продукты здесь посвежее. Всегда были, если будут. Охрана, которая находится на входах в рынки, объясняет народу, что в их же интересах обойти места, где скопление людей. И лучше пройти, тем более, что пустого пространства у нас больше, чем достаточно в связи с закрытием промтоваров. Решение обл. администрации закрыть продовольственные рынки в регионе здесь не приветствуют. Вероятность такого же распоряжения Одесской мэрии пугает и предпринимателей. Это лакомый кусок для супермаркетов, которые не рассматривают вопрос закрытия. И прямо перед Пасхой, перед этими светлыми праздниками, они решили снять сливочку и все себе. Мы стараемся соблюдать все меры предосторожности, санитарные правила. Может быть, оно бы было и необходимо посидеть каким-то образом лишний день дома. Но поскольку у каждого есть семья, а пенсия у меня, скажем, 1638 гривен в месяц. Поэтому, если мне подскажут наши власти, каким можно образом прожить на эту пенсию, то я прислушаюсь к их мнению и буду спокойно сидеть в карантине. Зато на привозе о карантине, кажется, не слышали ничего и вовсе. Рынок заполнен людьми. Здесь по-прежнему, помимо продуктов, можно купить одежду, обувь, посуду, да и, в принципе, все, что душа пожелает, кроме здоровья. На самом известном и крупнейшем одесском рынке время словно замерло в доэпидемический период. Многие покупатели и продавцы без масок. Ассортимент на любой вкус и размер. О пандемии здесь напоминают разве что таблички. Маски и перчатки в наличии. Каждый из наших входов, привоз, рынок работает. Люди, охрана, которая стоит и людям говорит, пожалуйста, наденьте масочки. Вот и самодельщик, добрый день. Пожалуйста, наденьте масочки. Вот, пожалуйста. Вот приблизительно вот так вот и происходит наша работа. Вот только охрана на входе появилась одновременно с нашей камерой. А когда мы попытались войти вовнутрь, нам объяснили. Карантин на привозе касается только журналистов. Будьте любезны, покиньте территорию. На каком основании? Я вам говорю еще раз. На рынке карантин. Не надо здесь вести съемку, еще что-то. Будьте любезны, покиньте территорию рынка, все. А на рынке карантин? Почему здесь находится такое количество людей? Вы меня слышите? Тем временем количество заболевших COVID-19 в Одесском регионе продолжает расти. Центральная и местная власть ежедневно призывают украинцев соблюдать все меры безопасности и оставаться дома. И напоминают штрафы за нарушение норм от 17 тысяч гривен.